Добрый вечер друзья 14 июня вот сегодня я уже снимаю третий фильм и вот именно этот фильм важнейший я считаю вот я вас сегодня познакомлю с еще одной гранью таланта Татьяны Александровны Гречишниковой ну во первых напоминаю о ком идет речь кто-то из вас ее знает вот хочу чтобы знали все если мы берем вот так вот смотрим вот ее письмо к нему вернемся чуть позже так а вот здесь вот вот здесь вот будьте внимательны набираю я слово ГР о уже дальше не надо вам нужно набрать Гречишникова Татьяна Александровна и высветится следующее вот это одна гранью таланта потому что уникальные вещи которые она выращивает рассылает фактически это настолько индивидуально это именно это настолько штучные товары на штучные изделия что я даже вас немножко с ними познакомлю что здесь написано индивидуальный предприниматель Гречишникова Тарвина Александровна и НН адрес Пензенская область рабочий поселок там мало видите ничего не скрывает вот а так как данный момент уже к данному моменту вы это уже знаете давайте познакомить будем вас дальше вот сейчас попробуем сейчас попробуем итак я получаю от нее письмо вот и сразу ее обвиняю знаете в чем везде все скромности она от нас скрывала эту красоту вот она скрывала от нас вот эту красоту то я не буду уникать речь идет о красивой женщине вот с удивительной душой или о ее изделиях это ее изделия красота какая вот я зря ее дочкой назвал вот кто бы не хотел иметь такую дочку ну что друзья давайте теперь попадаем вот сюда и я вот сейчас познакомлю с тем что хотел познакомить и так и так и так и так Валерий Константинович я хочу вам записать голосовое и немножечко пояснить и рассказать с удовольствием я огородничеством садоводством я занимаюсь самых ранних лет я родилась в семье фермера и несмотря на то что получила экономическое образование в свое время я осталась в селе я осталась на земле изначально я хотела учиться на агрономы но мама настояла что это не выгодно и в те времена когда я закончила школу и это действительно был крайняя форма распада сельского хозяйства после развала колхозов пошла практика фермерства фермерам было тяжело подниматься не было объединения не было господдержки у многих не было опыта умения знаний и было правда тяжело но потом пошло вот то что пошло крупные агрохолдинги и переход на передовые технологии когда-то когда-то вот я хочу сказать вам фразу кой железо пока горячо но к сожалению к этому приходишь только в определенный период своей жизни к пониманию этого дело в том что когда мне было 15 18 20 и даже 25 лет отец говорил таня у нас 40 гектар земли у меня весь парк техники у меня есть опыт у меня есть знания но у меня не остается сил нет ресурсов я устал я вам подскажу давайте молодая была замуж вышла и интересы были к сожалению другие интересы были такие то что родился первый сын потом второй сын естественно мама как любая женщина как любая мать я была устремлена в первую очередь в семью и задачи были небольшими накормить и и воспитать детей и я этим жила но садоводство она всегда была существовала с 7 лет самого раннего детства всем лет мне отец выделял сотку участок 10 на 10 квадратный и я помню как плакала когда он его вскопал нельзя было даже копать я начала пробовать сажать все что можно и не можно у меня уже в то время и были попытки высадить оранзисы разные клубники и сливы какие-то деревца я тащила размещала где-то собирала цветочки выпрашивала у меня была вот эта соточка она такая была необычная там всяко разным было и я всегда с огромным интересом любовью общалась с этими растениями потихоньку потихоньку это укрепилась и в тот момент когда дети выросли уже ну не совсем выросли да вот младшему будет в этом году 14 лет мы подросли скажем а старшему 20 и к тому моменту когда дети уже вышли вот из подплотной опеки мамы когда нужно в зубах их буквально таскать а последнего почти три года кормила грудью пришло понимание другое понимание я повзрослела а какое понимание пришло а что мы едим а что нам предлагают крупные амбро холдинги я обратила внимание что картофель у меня был опыт я собирала новые сорта картофеля картофель современной очень подвержен вирусам я стала изучать что они выращивают в лабораториях путем инвитро потом в контролируемых условиях получают вот эти клубни супер элита элиты и так далее и это является необходимостью а почему это стало необходимостью ведь наши бабушки дедушки выращивали картофель выращивали картофель на протяжении сотен лет им не нужно было инвитро им не нужно было освобождать от вирусов что же такое произошло с картофелем что он стал практически практически не жизнеспособным практически мы привязаны постоянно к закупке семенного материала и купив даже супер элиту через год через два семенной материал мы не можем воспроизвести свой он приходит в негодность ростки как волоски многие видели кто занимается картофелем а крестьяне все выращивают практически картофель достаем картофель и видим что ростки как волоски тонкие как нити многие даже не подозревают что это как раз проявление вируса работы вирусов клубни высаживает огород человек не знает он простой крестьянин он не обладает специальными знаниями он высаживает этот картофель и у него 30 процентов 20 процентов картошки нормальной кусты а тут долго сходит а потом вылазит хилый приходит время копать урожай урожая нет и он идет в пятерочку в магнит за картофелем и я осознала масштаб глобальность и масштаб диверсии нужно лишить семенного материала бедного крестьянина я когда стала все это осознавать я стала собирать старый генофонд где только можно я собрала старый генофонд семян томата благо дело у меня бабушки были садоводки и кровь как говорится гены обе бабушки говорили одна говорила ты пошла в меня другая говорила ты пошла в меня эта бабушка у меня городская пензячка это мамина мама она всю жизнь проработала крановщиком на литейке у нее было три дачи она выращила все и викторию и все сливы и виноград прекрасную облепиху и делала прекрасную перетертую облепиху всегда свои продукты выходила еще торговала тогда можно было частенько выходить и торговать в узле океана выращила цветы осенью несла астры букеты перед первым сентябрем такая вот очень деятельная у нее было трое детей они с мужем работали в литейке потом дед заболел онкологии бабушка тащила все сама безумная трудяка вторая бабушка папина тоже четверо детей муж тоже рано умер тащила все на своих плечах и бабушка которая вот аня это мама отца она ныне покойное царство небесное прекраснейший трудолюбивший добрейший человек и она я выросла с ней она с детства мне говорила дочка если ты что-то посадил неважно завел будь то растение животное об этом нужно позаботиться мы в ответе за тех кого приручили если она видела где-то в каких-то хозяйствах что плохо ухаживает будь это поросенок или теленок или какое-то растение неважно она все время с досадой смотрела и говорила ой господи на мучение на мучение и вот это вбилось мне в голову что если что-то я беру под свою ответственность это должно быть сделано хорошо и так я росла и тут я понимаю что сейчас нас лишают возможности иметь наши сорта я которые готовы воспроизводиться сотнями лет не вырождаясь не не портясь не вымирая имея хороший иммунитет устойчивый к вирусам к заболеваниям к природным климатическим условиям я стала собирать кинофонд семян томата я стала восстанавливать кинофонд картофеля старыми сортами и только вот эти бабушки которые с года в год сохраняли свои семена стали для меня вот тем источником где я могла приобрести это потому что в магазине если написано на пакетике бычье сердце будьте уверены это давно не бычье сердце я не брызгаю томаты химии не лечу их ни от каких болезней просадка томатов у меня простая как в колхозе вышел раскидал по грядке один раз полил и ушел потом смотришь уши повесили еще раз прибежал полил заплетенной березкой в сорняке просиника цыганка лебеда невыполотые и ведро скуста томатов лежат развалившись на земле без посынкования без удобрений без подкормок почему почему семечку купив в красивом пакетике с названием бычье сердце мы сажаем и получаем кучу ботвы которая затем поражается вирусными болезнями грибными болезнями и оно требует опрыскивания опрыскиваний каких-то подвязок прищипок оно не способно жить оно не жизнеспособно что-то сделали с этим генофондом его уже исказили все до чего дотронулся человек своей алчной алчной рукой он исказил нас возможно не так много таких людей которые понимают ценность генофонда которые как бы природного генофонда старого генофонда необходимость его сохранения есть прекрасный мультик незнайка на луне там есть такой момент когда незнайка прилетел на луну и привез семена на луну есть такой момент когда вот эти все олигархи у которых заводы производства пластмассовые пастилы и так далее они собрались за круглым столом решать как уничтожить скорее эту ракету и собирали деньги на уничтожение вот на на эту деятельность и кто-то сказал ой столько денег мне нужно потратить чтобы устроить вот это уничтожение этих семян и тут один из них говорит кто будет тогда покупать наш искусственный табак искусственную пастилу и так далее если придет настоящее нужно уничтожить это опасность это ведь не прикрыто даже нам показали и сказали что делается сверху и люди в каждой сказке сказка ложек давний намек доброго молодца урок в каждой сказке заложена какая-то мудрость и в этом мультике заложен определенный смысл люди неужели вы не можете сопоставить умы людей воспалены воспалены отравленными продуктами и они не способны даже мыслить и видеть дальше своего мозга есть люди которые бьют тревогу за генофонд за наше будущее поколение за за будущее за будущее человечество планеты земля и таких людей мало но они есть и таким людям необходимо объединяться это знаете как аналогию сейчас передам это как веник ну кто такой Железов кто такая Гречишникова кто такой еще кто-то это как тонкий прутик в венике его легко сломать но если мы возьмем тысячу сотню даже прутков свяжем в единый пучок то есть объединим попробуй-ка сломай этот веник не так-то и просто вы в одном из своих роликов сказали что моя задача говорить о людях вот заявить о них и объединить важность объединения вот таких садоводов которые в одном ключе чувствуют мыслят и понимают она необходима и вы делаете прекрасное дело за что вам низкий поклон кто-то этого не понимает кто-то не осознает масштабы глобальности разрушения нашего генофонда тот кто понимает ценит и уважает и даже если понимает крупицы нужно передать это дальше как эстафету как флаг в надежде что хоть что-то уцелеет мы на самом деле погибаем погибает наш генофонд растений и только путем вот альтруизма само пожертвование некого это возможно сохранить если не будет вот этих альтруистов таких скажем миссионеров которые готовы этим заниматься то пиши пропало а так есть хоть какая-то надежда надежда на светлое будущее надежда что в какой-то момент общество все-таки будет пробуждаться осознавать что оно травится ядовитыми продуктами яблоки промышленное садоводство сейчас изучая вот эти итальянская технология шикарно клоновый подвой м9 шикарно междуряд два семьдесят в ряду семьдесят сантиметров обрезка обрезка городобойная сетка шпалеры полив яды химикаты из этого литра до двенадцати химических обработок потенциала восемьдесят Что руководит этими людьми? Только получение прибыли. Наивысшая, быстрая окупаемость и прибыль. Я все это как человек с экономическим образованием, прекрасно понимаю определенные термины вбиты в голову, и красный диплом лежит на полке, и все-таки не зря я училась. Но люди подумайте, что содержит в себе это красивое сверкающее яблоко. 12 химических обработок. От клеща, от парши, от бактериального ожога работают антибиотиками. Плоды накачаны антибиотиками, ядами, химикатами, гормонами роста и так далее. Это же чистый яд. И мы это едим и кормим своих детей. Это же ужас, это же катастрофа. Черешня, суперсады, прогрессивная технология. Груша, то же самое. Что ни возьми, везде клоновый подвой. Везде яблоки, груши, сливы, инвалиды, уроды, напичканные ядами. Возможно, один поле, и даже невозможно, один в поле не воет. Нужно объединяться. Объединяться глобально. И если мы не начнем объединяться, мы так и будем. Там, там разбросаны точки, нас легко сломать. Нужно массовое объединение единомышленников, которые радуют за экологичное земледелие, за земледелие в гармонии с природой, за земледелие по правилам природы. Не тронь дерево, дай ему расти. Ой, через восемь лет только урожай на семенном подвое. Но подожди восемь лет, потерпи. Зато пятьдесят, сто лет будешь получать здоровые плоды. Нет, дай на следующий год. Ядовитые плоды. Господи, люди, что вы делаете? Неужели вы этого всего не понимаете, не осознаете? Вы торопитесь жить. Торопитесь жить. Будешь есть яблоко здоровое, проживешь сто лет. Будешь есть яблоко больное, проживешь сорок, пятьдесят, шестьдесят. Куда спешим, люди, на тот свет? Как вы расставили приоритеты? Денег больше заработать? Грустное у нас сегодня с вами общение. Немножко грустное. Оно, конечно, ранит душу. Но молчать об этом тоже нельзя. Об этом нужно говорить. Имеющий уши да услышит. Имеющий глаза да увидит. К сожалению, не все имеют уши и глаза. Кто-то ослеплен и оглушен. Но есть надежда на пробуждение людей. И, возможно, массовое с течением времени пробуждение, надежда на это остается. Ведь когда вот эта химизация и вот это отравление дойдет до апогеи, когда это будет налицо, неужели люди не прозреют? Надежда остается. Говорят, надежда умирает последней. Поэтому будем жить. Будем сохранять. И будем нести то знание, которое мы постигли. А это знание, что человек часть природы. Неотъемлемая его часть. И единственный способ выжить человеку, не просто выжить, но построить процветающее будущее, здоровое поколение, гармоничное поколение, это быть в гармонии с природой. Ох, милая дочка, как я тебя люблю. Значит так. Я в жизни не читал ничего более для меня и полезного, и увлекательного. Не слышал, чем вот эта вот речь. Дочку валяю. Давай я ее сейчас запишу на... Как это самое... Комментировать не буду. Просто сделаю отдельный фильм. Вот. Потом, значит, название придумаю. Значит, и... Ну, по чем речь, уже согласовывать-то не придется его, правильно? Вот та же речь без единого этого. Извинения. Так, только название. Название я еще не подумал, но я потом пришлю его на согласование. Жду положительный ответ. И еще. Я хочу украсить фильм десятком, двумя твоих фотографий. Пожалуйста, будь добра. Но только на электронную почту пришли мне их. Вот. Там с этими... С помидорами, с огурцами, с капустой, с ежевикой. Если могут. Пожалуйста. Это здорово украсит фильм. Это покажет, что мы кое-что умеем. Ну вот, закончилась эта волшебная речь. Лично я тронут необычайно. Я даже уже давно знаком Стане, с Татьяной Гречихиной, Гречишниковой, с Татьяной Александровной. Вот. И все равно меня эта речь поразила. Вот. Я не мог не выпросить разрешение снять этот фильм как отдельный фильм. А то, что вы видите, друзья, Поверьте, что это и личная сорта. Это ее произведение. Красота какая. Даже меня, садовода, который цветами не занимается, проняло до самой души. Все, сказка кончилась. Нет, не так. Кончился фильм, а сказка продолжается. Садовододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододдододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододод